Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии недели. Как и всегда в прямом эфире в 9.30 по московскому времени мы с вами разбираем ситуацию, которая сложилась на финансовых рынках за прошлый день. Смотрим только на самые лишь важные отчеты, то как они повлияли на прошлые долгосрочные идеи и то, как они повлияли вообще на тот курс денежно-кредитных политик, который проводится отдельным регулятором, который в конце концов отвечает за то, что происходит с валютными инструментами. Безусловно, продолжаем анализировать нефтянку, которая, несмотря на ту коррекцию, которую дала под конец вчерашней торговой сессии, все равно остается на многолетних максимумах и 80 долларов для бренда как сопротивление. Оно уже было протестировано, правда, пока неудачно, но покупатели, как и раньше, полны решительности и абсолютно уверены в том, что то, что происходит на рынке нефти, это неспроста, это то, что базируется на объективные, фундаментальные основания, которые создают условия для того, чтобы нефть уже беглась в район 100 долларов за баррель. Мы будем говорить сегодня в большей степени даже о другом фундаменте, который, на мой взгляд, более объективно указывает на то, что потенциал для снижения остается довольно значительным. Параллельно мы также поговорим и о рубле, ну и, безусловно, обратим внимание еще и на ряд валютных инструментов, которые будут крайне интересны сегодня. Отдельно я бы хотел выделить и канадца и приурочить, опять же, интерес к этому активу только потому, что сегодня нас ожидают два очень важных для этой валюты фундаментальных отчетов. Это роничные продажи и данные по инфляции. Можно провести параллель с тем, как мы анализируем ситуацию по доллару, когда есть возможность посмотреть за показатель инфляции. И в отношении доллара, безусловно, я напоминаю, инфляция для нас сигнал тех изменений, которые могут произойти в политике по процентным ставкам. То же самое справедливо и для канадского доллара, и для канадского регулятора. Соответственно, сегодняшний отчет по инфляции либо окончательно поставит точку в перспективах и ожидании того, что ставки будут повышаться до конца 2018 года, либо если отчет превзойдет ожидания участников рынка, окажется лучший прогнозов, сможет по позитиву быть более интересным, чем отчеты, скажем, месячной давности, то тогда на рынок вернуться ожидания того, что Банк Канады все же может отважиться на повышение процентной ставки. Ну, канадцы, безусловно, мы о поговорим сегодня, потому что того требует фунда. Но не будем нарушать сначала преемственность. Опять же, начнем мы с нефтянки, друзья, которая, бренд, в частности, достиг вчера локального хая 80.49, после чего последовал откат, сейчас котировки 79.50, и впереди у нас еще один отчет под закрытие недели, это статистика Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. В прошлый раз у нас было очередное увеличение, в частности, по итогам позапрошлой недели количество терминалов выросло на 10 единиц. На основании этого, собственно, в этот понедельник мы помним, что администрация аналитической информации пересмотрела прогнозы по нефтедобыче на долгосрочную перспективу. Мы говорили о цифрах по ориентирам до 3 квартала 2019 года, и там уже были обозначены совсем прям серьезные уровни в 12 миллионов баррелей в сутки, соответственно, больше, чем добывает Россия, и то, что позволит штатам, если этот показатель будет достигнут, стать ключевым производителем нефти. И я бы даже позволил предположить, что, учитывая, как растут еще экспортные поставки на глобальный рынок США, у них будут претензии даже и на охват все большей, скажем, доли рынка по экспорту, потому что для этого у них будет все. Это достаточные объемы собственного производства, возможности по экспорту, и, соответственно, если ОПЕК по-прежнему будут отстаивать непонятно с чем связанную позицию того, что сделку нужно продлить, в конечном счете они окончательно подали весь рынок американским производителям. За этой статистикой мы, безусловно, друзья, последим. В целом, что сейчас остается доминирующим для рынка нефти, ну, это избитый фундамент, который даже устал уже перечислять. Это геополитические риски на Ближнем Востоке, это и решение Трампа, опять же, выйти из соглашения по атому. Не будем возвращаться ни к первому, ни ко второму фундаменту. Надеюсь, что вы выводы для себя уже сделали. Вы прекрасно понимаете, чем санкции текущего формата отличаются от санкций далекого 2014 года, точнее, которые действовали до 2014 года. И нет необходимости отдельно останавливаться на этом вопросе, потому что мы уже это делали. Почему представители ОПЕК никак не отреагировали на то, что происходит, это меня, безусловно, интересует, как и многих из вас. Надеюсь, что произойдет это и последует реакция. Очень скоро, собственно, если не, скажем, в ближайший месяц, то уж точно под конец июня, когда состоится очередное заседание ОПЕК, где будут обсуждать возможности пролонгации аналитического пакта. И, возможно, там нас ждут интересные новости, которые в конце концов заставят рынок перезагрузиться, а точнее, произойти этому рыночным настроением, заставят, собственно, покупателей охладить свой пыл, который тащит нефтянку исключительно вверх, без каких-либо серьезных откат, и позволит продавцам, собственно, вернуться на рынок. Фундамент, который мы использовали для того, чтобы оправдать, почему сейчас цены находятся на таких высоких уровнях, это фундамент, который явно уже, наверное, давно даже исчерпал свой потенциал влияния, расти долго на одном и том же, но просто даже неправильно для любого рыночного тренда. У всего, собственно, есть свой конец, и у, скажем, серьезных фундаментальных новостей в плане их влияния. Поэтому сейчас, как минимум, нужно допускать то, что, исходя из перегретости, собственно, состояния рынка, эта динамика очень быстро может измениться. Медведи могут перехватить инициативу. Не забывайте про то, насколько велика сейчас позиция от длинных ордеров, то есть совокупный лонг, он исторический фактически, поэтому даже маломайского ухудшения новостного фона будет достаточно, чтобы спровоцировать серьезные распродажи. Также задайте себе вопрос, удивитесь ли вы, если, к примеру, сегодня нефть потеряет 10% своей стоимости. Я думаю, что большинство из вас ответит, что вряд ли, потому что коррекция на фоне текущего ралли, она абсолютно оправдана. Я надеюсь, что эта коррекция, которая должна все-таки проявиться, может быть, даже мы вчера уже стали работать с началом этого контртрендового движения, эта коррекция должна разводиться в ближайшее время. Советую дальше искать новые, хорошие, перспективные, выгодные точки для продаж. Для тех, кто в коротких продажах, ну, здесь, друзья, нужно лишь ждать, когда фон, на который мы делаем ставку, отработает себя. Надеюсь, что вы понимаете, насколько объективно сейчас перевес на стороне продавцов. Ну, если, конечно же, не привыкли делать поверхностные выводы о том, что сейчас обсуждается, и то, что якобы действительно можно использовать для того, чтобы цены росли в район 100 долларов за баррель. Рубль 62.17, качели в динамике рубля продолжаются, правда, диапазон не такой уж и существенный. Я думаю, что тоже останавливаться особенно на рубле не стоит. Надеюсь, прошлые аргументы, которые использовались для обоснования снижения рубля против доллара в районе 65, вы сохраняете в качестве убедительных для себя, вы признаете вместе со мной факт новой реальности для российского валютного актива. И если уж рубль из-за проводимой монетарной политики, понятно, кстати, почему, не смог укрепить свои позиции с учетом высоких цен на нефть, то вы должны прекрасно понимать, какие риски для девальвации открываются перед ним, в том случае, если рынок нефти действительно столкнется с девальвацией. Дальше идем. Доллар японская иена. Наконец-таки мы можем говорить о близости другого сопротивления, которое буквально несколько часов назад чуть не пало. 110.99 пунктов – это уровень, который был по максимуму зафиксирован. На рынке Форекс по доллару японской иене чуть-чуть мы не дотянули до отметки 111, ну, так же, как и с планкой 110, друзья, это вопрос ближайшего времени. Мы заберемся выше и будем дальше развивать восходящее ралли. Рост американской валюты опирается, как и раньше, на достаточную поддержку статистики, на достаточную поддержку риторики представителей ФРС, на абсолютно, скажем, обоснованную позицию общим американского регулятора по поводу процентных оставок. Рост доллара опирается на восстановление доходности Трежерис. Мы фактически каждую неделю говорим о том, что обновлен новый многолетний максимум. В этот раз, на этой неделе, 10-летние американские бумаги перевалили за 3,1 показатели по доходности и сравнялись с дивидендной доходностью, которую показывает американский фондовый рынок. Эта доходность соответствует максимуму с 2011 года. Если мы посмотрим на бумаги с более короткими сроками погашения, там доходности еще выше. Почему Трежерис оказывает поддержку доллара? Да потому что рост доходности облигаций полностью отражает рост инфляционных ожиданий. Если растут инфляционные ожидания, значит все меньше признаков и причин для американского регулятора отказываться от агрессивной политики роста процентных ставок. И все больше причин для нас говорить о том, что ставки будут повышены трижды. Также, друзья, рост доходности Трежерис, безусловно, заставляют крупных инвесторов прежде всего следить за тем, что происходит с этими бумагами, переводя свои капиталы в них, поскольку другие облигации просто уже не в состоянии конкурировать с ними. А если где-то на рынках есть бумаги с большими показателями доходности, то надежность американских Трежерис, она компенсирует, скажем, небольшой недобор по процентному доходу. Поэтому сейчас на передовой, на коне именно облигаций США в конкуренции с бумагами прочих развитых рынков, эти, скажем, рынки проигрывают, бумаги, соответственно, тоже, и валюты, которые стоят за ними из-за оттока ликвидности, тоже продолжают терять свои ценовые позиции. Вчера вышел отчет по заявке на пособие по безработице, 222 тысячи с 211, небольшой прирост, и ни в коем случае это не негатив. Показатель остается на крайне низких значениях, а значит мы говорим о сохраняющемся, а точнее даже продолжающемся прогрессе. Я предлагаю сделку по доллару и японской иене 110.50, это отложка buy limit для тех, кто хочет поторговать растущим долларом, но медленно ранее, но сейчас, может быть, ищет как раз точку входа и возможность для того, чтобы купить. Евро против доллара, сделка сразу sell limit с отметки 1.18.30. Ну, надеюсь, то, что вы прекрасно понимаете, с чем связана слабость европейской валюты. Тоже особо останавливаться детально сейчас не будем, потому что вчера говорили очень много о влиянии слабой статистики, о расхождении политик ФРС, Европейского центрального банка. Напоминаю, друзья, то, что из-за данных по инфляции, которые мы анализировали на этой неделе, стало абсолютно ясно и очевидно, то, что политика мягкая останется таковой в течение еще гораздо более длительного периода времени, чем прогнозировали, скажем, оптимисты. Потому что инфляция, даже с учетом высоких цен на нефть, продолжает замедляться. Попросту большего катализатора, неже чем высокие цены на нефть, для этого индикатора найти невозможно. А если не растет индекс при такой ценовой конъюнтуре на рынке черного золота, значит, есть объективные проблемы с активностью национальных домохозяйств. А это уже очень серьезная структурная проблема, которая фактически дает нам возможность говорить о том, что пробуксовки, которые стали прослеживаться в разных секторах еврозоны, они абсолютно оправданы и обоснованы. Евро будет дальше снижаться. Я не вижу причин, скажем, для укрепления курса европейской валюты. Но если, скажем, в ближайшей неделе очень сильно, скажем, не оступятся облигации, очень сильно не пройдется доллар. В противном случае евро будет обречен на то, чтобы удерживаться в рамках нисходящего тренда. Достигнуть нашей с вами, кстати, цели это 1.17, хотя есть и более глубокие ориентиры. Я периодически привожу вам еще оценку и мнение разных инвестбанков. Скажем, есть еще медианный уровень на отметке 1.15. Давайте сначала добьемся на планке 1.17. Разумеется, по мере ослабления национальной европейской валюты очень неплохо выигрывают от этого европейские рынки. Мы говорили об индексе, о немецком DAX-30, который в терминале AMAKETS, значит, с апотеки NGR-30. Он перевалил, как ожидалось, выше 13 тысяч пунктов, способствует как раз этому ослаблению национальной валюты. Напоминаю, что здесь логика очень простая. Чем слабее курс национальной валюты, тем больше условий для роста конкурентоспособности и увеличения показателей экспорта. Также хочу отметить, друзья, что не менее важным фактором роста для капитализации европейского фондового рынка является и то, что инфляция, как я уже отметил, просел. Если инфляция снижается, значит, политика будет оставаться мягкой. А мягкая политика – это тоже хороший фундамент для роста европейских рынков. Пока что не вижу причин, чтобы можно было пересматривать ориентиры по фонзе европейской. Каким бы индексом вы не торговали, сейчас советую держать длинные позиции, но если вы еще не торгуете этими инструментами, искать точки для входа, но только, скажем, покупкой. Доллар канадец. Сегодня мы обратим, возможно, больше внимания, чем на прочие активы, на то, что произойдет с канадцем, потому что основной фундамент посвящен как раз именно канадскому доллару. Родичная продажа, индекс потребительских цен – это отчеты, которые будут публикованы в 15.30 по московскому времени. Достаточно посмотреть на прогнозы, вы поймете, что не все там гладко по ожиданиям. И хочу вот сказать вам довольно важную вещь, то, что, пожалуй, эксперты и аналитики, высказывающие свою позицию по поводу того, что может произойти с статистикой, в данном отчетном периоде по сравнению с теми показателями, которые были в двухмесячной давности, по канадской экономике обычно эти показатели бьются. В принципе, сколько прогнозируется, зачастую статистика, фактические цифры оправдывают эти ожидания, но и совпадают с ними. Никаких резких отклонений, никаких форс-мажоров по публикуемой статистике, то есть, когда прогнозируют там прирост на целых 0,1%, а снижается на 1%. Такого я вообще не припомню по канадской статистике, поэтому считаю, что на прогноз мы сегодня можем полагаться. Этот прогноз негативный. Разумеется, если он будет оправдан, мы тут же будем использовать эту статистику как снижение вероятности того, что Банк Канады будет изменять монетарную политику и повышать процентные ставки. Поэтому сегодня я настраиваюсь на очень волатильную сессию для канадского доллара и настраиваюсь на то, что канадец очень сильно просядет. Последние дни, я думаю, что канадец так и остался бы в аутсайдерах, как у нас было несколько дней назад, когда мы фактически попали в доллар-канадец, увидели уровень 1.2920, потом последовал снова откат ниже даже отметки 1.28. Всему виной высокие цены на нефть, которые, разумеется, влияют на курс канадского доллара. Если вспомнить опять же те прогнозы, которые я давал по нефтянке, если допустить то, что под закрытие нензели, ну согласитесь, логично, после такого ралли перед выходными немного окешится, собственно, прикрытие оппозиции и закрытие ордеров неизбежно должно спровоцировать более глубокое снижение цен на черное золото. Поэтому, если сегодня у нас оправдается такой расчет, то есть нефтянка снизится, выйдет плохая статистика по канадцу, мы, в принципе, можем завершить день по доллару канадцу выше отметки 1.30. А сейчас котировки уровней, как и всегда, я выписал, но может быть небольшая погрешность. 1.28.23 сейчас мы наблюдаем у нас в терминалах, ждем 1.30, то есть потенциал роста 180 пунктов, цель, ради которой действительно можно рискнуть. Рекомендую сделку Болимец отметки 1.28. По британской валюте вчера очень много обсуждали политические факторы, но обсуждали их в положительном ключе, потому что Британия сообщила о том, что, скорее всего, останется в таможенном союзе, который раньше по срокам подразумевал членство с сохранением всех привилегий и преференций от сотрудничества с Европейским союзом до 2019 года. Возможно, сроки будут теперь другими, может быть, даже в таможенном союзе Англия останется до 2021 года. Успокоило также рынки немного Тереза Мэй, отметив то, что сейчас самый острый вопрос, который обсуждается с переговорщиками из Европейского союза, это границы с Ирландией. Но и здесь Англия, возможно, будет уже менее агрессивно выступать за жесткие границы с Ирландией. Но я думаю, что это намек на то, что Англия готова пойти на уступки. Поскольку фунт, собственно, получил сейчас поддержку в виде политических новостей, ну или, по крайней мере, не разочарован последними новостями, которые касались данного фона, мы можем снова говорить только лишь о перспективах изменения процентных ставок. И, как я уже отметил, накануне, после того, как мы получили слабые данные по росту заработных плат, пора бы уже самому Банку Англии снова напомнить трейдерам, которые стали уже серьезно сомневаться в том, что Банк Англии поднимет процентные ставки, то, что он действительно по-прежнему привержен такой решительности. Повышение процентных ставок к фунту тут же развернется. И очень хочу, друзья, чтобы к этому развороту вы были готовы, потому что уверен, что довольно быстро нам удастся отыграть как минимум половину той коррекции, которую мы наблюдали в последние недели. Нам нужно сейчас вытащить фунт в район 1,40. Я думаю, что совместными усилиями мы это, безусловно, сможем сделать. Дополнительная идея, которую я предлагаю вам сейчас для торговли, это покупки евросвис. И сейчас мы снова отступили к важной поддержке. Котировки на текущий момент 1,1814. И я думаю, что в качестве цели можно по-прежнему ставить уровень 1,20, то есть потенциал восходящего движения 200 пунктов. Основной аргумент не то, что произойдет с евро, а то, что мы знаем точно будет с франком, которого по-прежнему, собственно, можно оставлять числи аусайдеров из-за той политики, которая проводится. Национальный банк Швейцарии еще неделю назад дал понять, что не собирается отказываться от низких процентных ставок и при необходимости, сдерживая укрепление курса, будет проводить валютные интервенции. Евросвис уже не раз в этом году, даже еще, если говорите про 2017 год, давал нам возможность заработать. Мы эту пару только лишь покупали всегда. Много раз достигали целевых ориентиров. После очередной планки 1.20 последовала коррекция. Я думаю, что это еще одна подаренная нам возможность, друзья, чтобы провести долгосрочную сделку в расчете на возвращение к планке 1.20. Из важных событий сегодня ждем статистику по Канаде. О ней мы уже поговорили. Даль в 20.00 по московскому времени это Бейкер Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Кто знает, друзья, может быть, недооцениваемый этот показатель сможет придать уверенности продавцам, которые уж точно уже устали находиться в тени и готовы проявить свою активность, если рынок им даст такую возможность. Нефть пора уже продавать. На этом, собственно, все. Желаю вам хорошей торговой сессии, хорошего результативного закрытия недели, таких же замечательных выходных. Собственно, как и всегда, увидимся мы в понедельник, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени и будем как раз обсуждать, отработает ли канадец сегодня наш прогноз и действительно ли окажется под таким мощным давлением, которое хотелось бы видеть, исходя из ожиданий снижения нефти и данных, которые, скорее всего, разочаруют. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok